В этом видеоуроке мы рассмотрим изменение стандартных зазоров. Часто возникает ситуация, когда необходимо поменять зазоры, которые посчитала программа. Либо на цветах это нестандартный проект, где это изменение в любом случае нужно внести. Для этого заходим в проект. Два раза щелкнули в зазор. И переходим в пункт 5. Информация о панелях. В верхней правой части экрана мы можем переключаться между стеклами, от которых хотим внести изменения. Допустим, в левое полотно, в это полотно, в это или, допустим, в это. Переключаясь между стеклами, внизу отображается чертеж шутового стекла. На каждой кромке стекла есть свой цвет. Синий, фиолетовый, желтоковый и зеленый. В левой части экрана оказаны наши зазоры. Миллиметр по левой кромке, по синий. Двадцать три по нижней кромке. Двадцать четыре по правой кромке. Два по правой кромке. И двадцать три по верхней. Допустим, мы хотим изменить зазор между стеной и правым полотном. То есть зазор под стены до начала этого полотна. Опускаемся вниз. Смотрим, это кромка желто-оклевого цвета. Переколим в левую часть экрана. Правая кромка. И изменяем зазор, допустим, с двух на десять. Нажимаем кнопку сохранить. Произведение действия. Мы изменили зазор от начала стены до начала стекла. Теперь этот прогноз составляет в действии. Продолжение следует...